А я, друзья, продолжаю ходить по разным садоводческим выставкам и стараюсь радовать вас интересными зарисовками. А вот тут стенд с симпатичными девушками и не менее симпатичными помидорчиками. Так, ну погляди. Это супер детерминатная у вас? Они коршеечного исполнения, да, это маленькая звезда. Или приезд в средизм? Да, приезд в средизм. Ответьте-ка мне на пару вопросов, да? Без проблем. Ну вот, это самое. Что-то не нравятся мне ваши томаты, маленькие они какие-то. Они маленькие для того, чтобы каждый садовод смог вырастить их у себя на окне, для того, чтобы высадить их в кашпо и украсить какую-то свою террасу-веранду. Это растение специально контейнерного исполнения, то есть для того, чтобы радовать именно компактным размером и при этом давать урожай. Сейчас современные гибриды можно выращивать не только томаты. Здесь представлены у нас, например, баклажаны. Размер плода у них до 10 сантиметров. Также можно вырастить, да, и болгарский перец, причем не только острый. Можно вырастить именно болгарский, не острый, а именно сладкий. Контейнерных растений, именно вот таких овощных, очень много. Это маленькая звезда. Обязательно попробуйте, да, она очень сладенькая. Также представляем нашим садоводам вот такую историю, как базилик. Это базилик маркиз зеленый. Он малыш, то есть его можно вырастить и в контейнере, на окне, собирать встреч урожай и все время радовать своих родных какими-то свежими зелеными салатами. Вариантов вообще вот такого садоводства, горшечного, контейнерного, доступного для того, чтобы вырастить где-то и в квартирных условиях, очень много. И мне всегда радует, что и городские жители обратили внимание на овощную тему. А мы питомник Началова, мы из Астрахани, выращиваем все эти прекрасные растения и продаем нашим садоводам. А как вас звать? Меня зовут Наталия Анохина, Белкина. Я также в соцсетях веду различные блоги по этой теме. Поэтому тема для меня очень близкая и родная.